Поэтому мы следили за делами также в Казахстане и лично я три года прожил в Казахстане. Потому что я был директором проекта для Freedom House в Казахстане. За последние несколько лет я также несколько раз посетил Казахстан и общался как с представителями гражданского общества, так и с представителями власти. Моё понимание ситуации в Казахстане совпадает с тем, что Жанара сказала сегодня. Потому что очень часто Казахстан пересекает все люди, которые связаны с демократической оппозицией. За последние несколько лет ситуация даже ухудшилась. За последние годы было арестовано 6 тысяч людей только за то, что они выходили на мирные демонстрации. И что важно, что даже само правительство признало это количество арестованных. У меня также была возможность встретиться с некоторыми политическими заключенными в тюрьме. В частности, с Искандаром Римбетовым это один из самых известных случаев. И он был в тюрьме в тюрьме. И они его пытали. Я считаю, что каждый государственный, в этом случае Украина, но может быть другой государственный, который получает запрос на выдачу человека в Казахстане, оно должно отказать такому же. Такие случаи также были и в Западной Европе, например во Франции или в Испании. Очень часто Казахстан пытается организовать экстрадицию диссидентов или людей, связанных с политической оппозицией из других стран. И, как правило, государства отказывают экстрадицию. Насколько я понимаю, ситуация в Украине еще более сложная. Из-за определенных юридических технических моментов, как сказала Регина. Возможно, в украинском законодательстве есть недочеты, которые каким-то образом можно было бы исправить. Но я думаю, что сейчас время по-разному относиться к запросам из разных стран для того, чтобы можно было показать, выразиться полное уважение международному законодательству. Есть много международных документов, международных конвенций, которые говорят о том, что нельзя экстрадировать людей, которые преследуются по политическим причинам. И даже в этом конкретном случае есть несколько документов от международных организаций, на которые можно ссылаться. Я уверен, что новая Украина, которая соответствует международным стандартам, не должна выполнять этот запрос из Казахстана. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.